Чебоксары – город счастливого детства. Так о столице региона говорит известный писатель, сценарист и актер Аркадий Инин. Он был эвакуирован в Чувашию в годы Великой Отечественной войны из Харькова вместе с рабочими электроаппаратного завода. История Республики тех лет – это пазл из тысячи судеб людей, трудившихся в тылу. О своих воспоминаниях Аркадий Инин рассказал нашей съемочной группе в эксклюзивном интервью. В Москву наша съемочная группа была командирована еще до того, как весь мир узнал о коронавирусе. Сейчас такую поездку назвали бы рискованной. Для гостей из Чувашии Аркадий Инин сделал исключение, пригласив в свою творческую мастерскую, где были написаны многие сценарии кинокартинам. В его фотоальбоме сохранили снимки из сороковых. Вот летний карнавал в детском лагере Ильинка. Аркадия Инина здесь и не узнаешь сразу. Он одет в женское платье и шляпу. Известному драматургу запомнилось, как тепло принимали в Чебоксарах, эвакуированных со всей страны ребят. Вот так мы наряжались, кто чего хотел. Сорок седьмой год. Через много-много-много лет был в Чебоксарах недавно, 1 июня. Сердце тепло мюкнуло, когда я приехал в этот город. Все равно это родина, ну, малая родина, потому что с сорок первого по сорок восьмой мы там были. Там остался, как вы знаете, завод. Вот чувашский народ принял нас и спас. Так что для меня это святое место и святые воспоминания. В Чебоксаре Аркадий Гуревич, это его настоящая фамилия, был эвакуирован трехлетним мальчишкой вместе с мамой, бабушкой и другими семьями работников Харьковского электромеханического завода. Сейчас в республику удается приезжать крайне редко, но каждый визит сюда – это ностальгия по ставшим родными местам. Помни ты об улице Кооперативной, где провел свое детство? Не забыл и о классном руководителе Просковье Ивановне в школе номер один. А еще как покупали коньки по одной паре на две семьи. И мы по одному коньку надевали, ну как надевали, их приматывали такой, не было же крепления, ничего, просто ботинок, конек и такая кожаная, кожаный такой ремешок и палка с бечевкой, которая так закручивалась, 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 чтобы они держали и очень больно в косточку, вот почему-то запомнилось, в косточку упиралась палка. Но все равно мы были счастливы и гоняли на одном коньке, отталкиваясь, значит, ногой. Сейчас уже, через много лет, я вдруг задумался, а почему, собственно, мы не могли просто по очереди на двух коньках кататься, да? Ну, купили на две семьи одни коньки. И там два часа один катается, два часа другой. В годы войны в Чувашию было эвакуировано более 70 тысяч человек из Украины, Белоруссии, Прибалтики, Ленинграда и Смоленска. Людям, уехавшим из дома, давали кровь, работу. В Чебоксарах семью Гуревичей и маленького Алика помнят хорошо. К Аркадию Яковлевичу мы приехали с видеоприветом о друзей детства, общение с которыми продолжалось и после войны. По переписке. И вот там большой Чебоксар, от Сашеньки, от того, Сашеньки, кому вы подарили эти фотографии в далеком 49-м году. Ваша мама Сала Абрауна работала с моей мамой, это из Александра Потоцкой, в гармоническом цехе электропаратного завода. И после того, как вы уехали снова в Харков, они долгое время переписывались. Вот эти фотографии были получены уже из Харкова. Вот Ильин, конечно. Ну, что еще сказать? Будет Чебоксаров, буду раз. Вот Сашенька такой Потоцкий, я помню, что были у мамы близкие друзья. В родной Харьков эвакуированные рабочие завода вернулись в 1948 году. Было необходимо восстанавливать город. Аркадий Инин закончил политехнический институт, на протяжении 8 лет работал инженером, а потом поступил во ВГИК. В 1972-м по его сценарию сняли картину «Вот и лето прошло» о безумятежном детстве. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Из Москвы.